До родных Ибн-Орвы стали доходить слухи, что Обайдулла убил его. Они оседлали коней, и все вместе, вооружившись саблями, собрались отомстить за убийство. Они собрались у ворот дворца правителя и подняли там шум. Ибн-Зияд спросил, что это за шум, и ему ответили, что пришла родня Ибн-Орвы. Ибн-Зияд велел показать им Ибн-Орву, чтобы те успокоились, увидев его живым. Шурайх выполнил поручение Ибн-Зияды, и родня Хани вернулась обратно, убедившись в том, что он жив. После этого муслим напал на дворец правителя с 18 тысячами всадников. Их встретило войско Обайдуллаха, которое находилось в крепости, и произошло кровопролитное сражение. В разгар сражения Ибн-Шихаб поднялся на самое высокое место и громким голосом, чтобы услышали все, начал выкрикивать угрозы. Сторонники муслима, присягнувшие Хусейну, кричал он, «Вас настигла беда, из Шама прибыли войска Язида, поберегите себя и не сражайтесь понапрасну. Если вы не прекратите сражаться, Убайдулла поклялся, что больше не сжалится над вами». Воины муслима поверили ему и напуганные разбежались. К вечеру верными присяги остались только десять всадников. Когда муслим зашел в мечеть помолиться, те десять тоже исчезли. Удрученный изменой, израненный, уставший, оказавшийся в безвыходном положении, муслим сел на коня и поехал по одной из куфийских улиц. Не было никого, кто приютил бы его. У ворот одного дома он увидел женщину. Муслим поприветствовал ее. Она ответила на приветствие и спросила, не нужно ли ему чего. Муслим попросил воды, и эта женщина дала ему воду. Муслим выпил, и она спросила его, кто он, чужестранец которого предали друзья и которому некуда идти, ответил муслим. Откуда ты, спросила она. Муслим рассказал ей о себе. «Я сыну Кайла, брата Али Асхаба, и Саид Хусейн приходится мне двоюродным братом». Женщина прослезилась. Она завела муслима к себе домой и стала заботиться о нем, как о своем брате. Она отделила ему угол, спрятала ото всех и оказала гостеприимство по мере своей возможности. Тем временем неразумный Убайдулла продолжал суетиться, говоря, что не будет жить, оставив муслимов живых. И тому, кто приведет муслима, пообещал 10 тысяч дельхемов. Субтитры создавал DimaTorzok